Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Давайте пройдем вдоль фасада Дело все в том, что в старых московских путеводителях написано, что двоец в Большом Каритоневском это путевой дворец Ивана Грозного То есть это 16 век Дело в том, что в старой Москве все были убеждены, что отсюда, естественно, раз это Ивана Грозного вел подземный ход и никуда-нибудь отберем Тут же рыть всего по прямой-то сколько, два километра? Дороешь, если очень попросят Дворец сложное сооружение, здесь и эффектные наличники, и какие-то маленькие окошки светлицы, гребешки, и флюгеры наверху Кстати, слово флюгер иноземное, а у нас в России использовалось словечко сейчас забытое, оно мне очень нравится Махавки И понятно, и звучит вкусно Дворец несколько раз реставрировался, в частности архитектор померанцев, творец гума верхних торговых рядов И архитектор султанов, один из лучших специалистов по старому русскому зодчеству Именно благодаря султанову дворец украсился вот этой решеткой Решетка, какая средневековая, с расцветающими кринами, лилиями Это 914 год Она копирует решетку храма Троицы, что в Коровниках, в Ярославле А как органично смотрится на фоне дворца, на фоне палац 17 века Любопытно, что Феликс Юсупов, ну конечно он уехал когда за границу, эмигрировал Ну что он там, увез что-то в карманах, да, ну что можно увезти Женат он был на одной из, кстати, августейших княжон То есть он в братстве оказался в итоге и с Романовыми И зарабатывал он в Париже вот либо байками про, так сказать, вот свое бурное прошлое и своей семье И получал за это гонорар И знаете, еще он зарабатывал модой Как очень многие русские зарабатывали модой Русские женщины становились ведущими модельерами Иногда даже моделями И в частности он держал дом моды Его жена держала, но она все-таки как получившая очень такое строгое воспитание Она была сдержана Не могла она там А Феликс, он был в своей стихии Он надевал какой-то тюрбан Он показывал этим французским манекенщицам, как надо пройти Он, конечно, снимал сливки со своего этого восточного происхождения Ну вот он, так сказать, веселился Чего ему еще оставалось-то, кроме как веселиться Ну это вот, значит, один дом Юсоповых А что было вам, так сказать, не тесно Еще с другой стороны Вот этот вот желтый особняк Это тоже их Вот один, вот второй Тут, собственно, два Что было здесь в советские годы в Палатове? Палатов Академия сельского хозяйства Восхил и, соответственно, здесь сидел Вавилов Мы в фильме 90-х годов про Вавилова и Лисенко Как Лисенко правил Вавилова Вот они снимали эти кадры в модных интерьерах Юсуповского дворца Поскольку чудо Вот Юсупов на таком потанцает Ха-ха-ха-ха Пандра Ой, роскошь какая А это для лошадки, правда? Да, лошадка Ну, это роскошь Что же, и лошадка там есть у вас? Да Потрясающе Потрясающе Здорово, вот чудеса В чем бывает вообще, да? А я-то темный человек, я бы не догадался, что там ваша А что бывает здесь Академия Восхил? В 90-е годы все гиды были испуганы, услышав сообщение, что Ну, поскольку сеть Академия сельского хозяйства так Но она не приказала долго жить, но ее очень сильно лихорадило Что Ельцин, значит, вдруг Дройстер Компера подарил весь Юсуповский дворец Жириновскому Ну, в аренду на 50 лет Вот Это действительно правда Так было, но сейчас там нету Владимира Больковича Какая-то там сидит Хитрая организация Мне даже выписано ее Мало произносимое На название, если просто кому очень прям вот так вот по зарезу нужно Я могу назвать это там сейчас Межрегион НИИ-проект Если вам это что-то говорит, то вот, пожалуйста, ничего Ну, нет, частично, если мы приходим в сельское хозяйство, здесь вроде как сидит еще Несколько лет назад девушка одна выходила и говорила Объясните, кто сидит? Она так шарахнулась от меня Но сейчас-то раздается музыка, потому что там уже теперь музеи Соответственно, где-то, да, вы можете арендовать и так далее Ну, то есть все тут Несколько лет назад, когда еще не был открыт музей Мы тут пришли, вот такой теплый кабаней Вышел Пошатовой сторож и говорит, значит, вот заплатите нам 3000 Ну, еще, значит, собрать со всех народ Пустим вас внутрь Я говорю, ну, нам дороговато все-таки и так далее В общем, мы начали торговаться Но в итоге уже 1000 мы готовы были заплатить А он уперся полторы Я ему говорю, слушайте, у нас экскурсия, посвященная Ивану Грозному Но Иван Грозный не торгуется Тогда этот говорит А я потом Магданских казахов Я тоже не торгуюсь Другой консьерж Он говорит, слушай, Вася, нормальные деньги Нам хватит, шу-шу-шу, тут в гастрономии Отлично Нет, так мы и не договорились Ну, все посмеялись Вот этот домино был построен в конце 18-го века Сейчас он отреставрирован Правая часть перестроена Что это такое? А это, вы знаете, то, что сейчас не бедные люди у себя на даче встроят Это называют только гостевой домик Да, вот в углу такой, знаете, бурятничек Вот это вот гостевой домик Юсупов То есть, вот вам приехали гости Да, пир, бал, веселье, фир-верк Что бывает, травли медведей Такие разные русские потери Ну, они же не будут на метро Да не надо спешить Метро, нет, было Ну, они остались здесь В этом гостевом домике Так, мы вместе идем Пробуют ведь В 19-м веке Юсупова этот дом продали В году Там разместилось весьма блюде для города Упереждение Называлось это работный дом Было это сделано по образцу в английских работных домах Это было для, конечно, бомжу Собродяга И кто-то считал, что нужно без конца Потому что это странская страна И все прекрасно понимают Что есть целый слой людей, которые паразитируют на милосердии А задача человеку дать практическую Чтобы он мог себя оборвать другом Быть отъедником, отмазанным и так далее Вот работникам Я считаю, что опыт работных домов Его надо возрождать Вообще нашим государствам не хватает порядка Как все говорят, что Путин декабрь На странах разгильдяйство распадается Поэтому и бывают сети Сердюкова В 17-м веке просто на пол и до свидания Вот Но иногда не тема, конечно, сажать Здесь маленький плюш Он был селевом Сразу два дерева, они такой яркий, черный, с другой стороны, но в первую очередь, тоже очень считается, дерева людей, там лоб с тема, и с правой стороны, безоткарные помады. Причем, ну вот, кто глазастый может увидеть, что парадная часть слева, она явно архитектурно позже, то есть белокаменная часть это 17 век, окошечки маленькие, вообще, чем меньше окошки, тем древнее, это стопроцентный признак, любой реставратор всегда так оценивает визуально дом. С чем связаны маленькие окошки? Несколько причин. Во-первых, это экономия тепла, чем меньше окошка, тем меньше, так сказать, выстужает, понятно. Потом, хотя стекло было известно в Древнем Риме, и при Рославе Мудром тысячу лет назад было стекло, но оно было очень дорогим, и оно было, в общем, плохим, да, то есть оно, так сказать, было и непрочным, и с наплывами, и зеленоватым. У нас в России стекло заменяли слюдой. До сих пор, кстати, слюда называется мускательским стеклом. Ее, оказывается, используют в промышленности, в частности, в доменных печах, вот, где высокие температуры делают окошечки не из стекла, а из вот мускательского, из мускавита его еще называют. Значит, соответственно, окошечки маленькие забирались либо вот этим мускавитом слюдой, либо иногда просто задвигались ставни деревянные. Вот у народа победнее, бычий пузырь использовался, да, такой, ну, желтый рассеянный свет. Это маленькое окошко, это экономия стекла, это экономия тепла, это безопасность. И во время пожара, потому что дом-крепость, да, ты сидишь в этом каменном доме, жарко, заглазен, но все-таки не сгорел. И, конечно, бывало в Москве старая сценка, когда сидит вот в своих княжеских палатах князь, вокруг деревянная Москва полыхает, зажженная либо татарами, либо так по неосторожности. Что делать в этой ситуации? Хорошо, что есть крепостное право. Ты можешь дать пинка своему холопу, который голый, выбегает туда на улицу с ведром воды, выливает воду на ставни, чтобы тебе внутри было полегче, и радостно бросается внутрь, а ты его снова пинком, потому что, говоришь, еще жарко. Васютка, давай еще, ведер 15. Вот-вот в чем ужас-то крепостном право. Ну, и, конечно, от воришек, потому что лазили, да, и профессия тать на Руси у высвятой тоже была. Про Козловского князя одну только историю скажу, он был таким поэтом-любителем. 18-й век, век поэзии, ломоносов, сумароков, все писали стихи и прочее. И вот сценка сидит, как-то зима, сугробы псы лают, князь Козловский с другим поэтом. Заходит солдат посыльный, фельдегерь, пакет привез, отдал пакет важный, и остался вот в дверях, наследил, то ли разомлел, то ли что. Козловский и его приятели читают другую стихию, и вдруг замечают, говорит, служивый, чего тебе? Чего задержался? Ну, служивый помялся и ушел, а служивый был никто иной, как будущий великий русский гений Гаврил Роман Ждержавин, который, хотя и происходил из старинного, тоже, кстати говоря, татарского рода, Мурзы Багрима, 400-летний родословный, но начал службу простым солдатом. Да, прослужил простым, и у него было жалование, когда он был солдатом, хватало на свечку, на кружку кваса и на кусок черного хлеба, от которого потом в животе поет долго. Вот, и писал стихи, и дослужился в итоге Державин до сенатора, до министра юстиции, вице-губернатора Ламецкой губернии, личный секретарь Екатерины, который едва ли не кричал на нее, когда видел хвосты от казнократства, даже есть эпизод в ее воспоминаниях, она все-таки была кокеткой, и он наступал на нее, Ваше Величество, там растраты, там растраты, здесь растраты, она была в монтилии такой накидки, и он ее даже, она собирается уйти из кабинета, просто надоел, ну сколько можно? И она выбежала в соседнюю приемную, там сидели вельможи, и она говорит, «Смотрите, этот господин, кажется, меня прибить хочет». Вот, конечно, так сказать, ну что сделаешь, но... Гаврил Романович дожил до 1817 года, и уже старцем преклонных лет приехал на экзамен в царско-сельский лицей, кто был в царском селе, помнит, там восстановили эту комнату, стол под сухном, сидел Державин, здесь лицеисты, Пушкин, у Пушкина все это описано. Когда Державин приехал в лицей, а знаете, там и сейчас на автобусе два часа, а старик 80-летний ехал в карете, его растрясло, и он когда вошел в лицей, то Дельвик сбежал, хотел поцеловать ему руку, руку гения, написавшего «Оду водопад» со словами «Алмаз на сыпься гора». Первые слова гения этого божества были такие, «Братец, ты не знаешь, где здесь нужник?» Естественно, Дельвига покоробило, ну как же так? Ну вот это вот не надо творить идолов, он живой человек и этим прекрасен. И он потом спал в течение всего экзамена, и читались его стихи, и разбирались все. И когда дошла очередь до Пушкина, то вдруг Державин сначала один глаз открыл, потом другой, и он начал слушать, и Пушкин читал свои воспоминания в царском селе. И когда голос, как пишет сам Пушкин, дошел мой до Державина, голос мой отроческий зазвенел, и сердце забилось в упоительном восторге. Вот это чудо жизни, творчества, таланта. И когда все это закончилось, то Державин хотел обнять молодого Пушкина. Ну, настолько было напряжение сильное, что он убежал. И заканчиваются эти заметки о Державине словами. Меня искали, но они нашли, он где-то там спрятался. Не мог он передочь, но ей не явиться. А умер Гаврил Романович, знаете, за две недели на грифельной доске он написал мелом стихи. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерло пожрется и в общей не уйдет судьбы. И вот эта доска грифельная хранится в сейфе, бронированном институту русской литературы на Васильевском острове. Как величайшая святыня русской культуры. И какие удивительные слова. Да, печальные, потому что все рассыпается. Но с другой стороны, зная, что все длинно, мы должны думать о вечном. И поэтому движемся к автобусу, который пока не рассыпался. А сейчас что здесь? Знаете, здесь сидят какие-то чинушки, которые раздают премии. Разные там в области искусства и так далее. Вот, поэтому всякий раз, проходя мимо их таблички, я вздрагиваю и испытываю ощущение голода в желудке. Спасибо.